Екатерина Елизарова, компания Палацция стоит. Катюша, привет! Привет, очень рада слышать и видеть, наконец-то все заработало. Все заработало! А то я, честно говоря, уже там думал увольняться. Ну ладно, не буду. Никому не говори. Ну что ж, дорогие друзья, если мы говорим о рынке недвижимости Италии, о каких-то такой тенденции общей, можно сказать, здесь. Практически сразу, где-то, наверное, к середине мая, из многих стран, в основном из стран Южной Европы, стали приходить сообщения о том, что даже онлайн резко увеличился спрос на загородную недвижимость. Логика, понятно, люди в течение месяца, двух, трех, четырех, стали чувствовать себя не очень комфортно в том месте, где они находятся. Хорошая квартира, нехорошая, хороший дом, нехороший. Мне некомфортно, почему бы не поменять жилье? И, соответственно, вроде как вырос спрос, или, по крайней мере, мог вырасти спрос. Но, вот кроме Италии, такие сигналы, на моей памяти я просто новости поднял, поступали из Финляндии, из Франции, из Чехии. Но, например, практически сразу выяснилось, что, например, во Франции спрос на загородное жилье увеличился, а количество сделок ни черта. То есть, вроде как за этим спросом не последовало каких-то реальных действий. Катюш, давай несколько слов о том, что происходит в Италии именно в этом смысле. А я покажу этот наш волшебный слайд, который мы заготовили, который я случайно Олегу показал. Где он тут у меня? Нет, это Кипр. Кипр, сейчас я его найду. Вот он, прочь из Москвы, то есть, переезжаем из города на село. Екатерина Елизарова, пожалуйста. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги и слушатели. Что могу сказать? Мы еще в октябре общались, и я сама готовила статистику по Италии о том, что спрос на загородную недвижимость в Италии вырос в разы. И если раньше в основном это были крупные спросы внутреннего рынка и внешнего, это был спрос на города, такие как Рим, Милан, Флоренция, то за период, скажем так, с начала 2000 года этот вектор изменился в сторону южного побережья Италии. И здесь мы можем говорить не только о статистике спроса, да, но сейчас, общаясь с коллегами, мы уже можем подвести некие итоги после летнего сезона и осеннего о том, что этот спрос был не голословен, это не только статистика порталов, а и конкретные сделки. И спрос на... здесь мы можем говорить о том, что по статистике количество сделок в южном регионе и в регионе Тоскани составляет практически рост на 15%. Почему это произошло? Безусловно, и к сожалению, Италия была очень сильно затронута, скажем так, этим новым вирусом, и они одни из первых пострадали крайне сильно, скажем так. И им досталось такое же жесткое ограничение, что, по-моему, около трех месяцев, да, у нас итальянцы сидели в запертии. Примерно тогда. Да, и это привело к тому, что, безусловно, очень многие стали рассматривать возможность поселиться где-то в селе, и плюс к тому, что интеллектуальный рынок, удаленные работы позволяют итальянцам уезжать из северных регионов на юг. И плюс это позволяет им приобретать недвижимость, которая там, скажем так, в южных регионах, цены за квадрат, варьируется от 700 до 1000 евро, да. Если мы будем говорить о таких крупных мегаполисах, как Милан, то там стоимость недвижимости у нас будет варьироваться от 3 до 10 тысяч евро. Безусловно, как бы люди себе... Плюс правительство пошло на то, что также были снижены ипотечные ставки, и внутренний рынок заработал, были снижены менее чем... То есть ипотеку можно получить от 0,5 до 2% годовых. Ну, итальянцам? Да, безусловно. То есть можно ли сказать, что по большому счету внутренний рынок даже в этих условиях оживился и стал играть большую роль, чем он играл, скажем, полгода назад, ну год назад уж точно? Ну, я бы взяла на совет, да. Да, внутренний рынок оживился, я говорю, но оживился непосредственно. То, что касается, если мы поговорим о внутреннем рынке мегаполисов, то здесь, к сожалению, цифры говорят о том, что здесь количество сделок снизилось порядка на 6-7% по сравнению с прошлым годом. Например, количество сделок или цены? Количество сделок. Количество, количество. Ну, 6-7% это не так много, с учетом того, как, собственно, что могло бы быть. Окей, такой следующий вопрос тогда. Рассчитывали на природных сделок порядка, то есть прогнозировали увеличение количества сделок до 15%, да, а он снизился на 7%, поэтому мы можем говорить о том, что рынок потерял достаточное количество. Окей, но вот если мы говорим о том, что цены, о том ожидании, что цены должны снизиться, что уменьшение количества сделок несомненно повлечет за собою уменьшение аппетитов продавцов, в Италии так вообще никогда не было. Италия, она страна такая предельно стабильная и даже вот инертная, если не сказать этого слова, потому что если вспоминать южные страны, то после кризиса там 2008-2010 года долгое, относительно быстрое падение Испании и потом рост, быстрое падение Португалии и потом рост, Греция долго-долго-долго падала, потом начала управляться, а Италия ну чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть около нуля. И, кстати, статистика показала, что в сентябре этого года первый раз 0,1% рост. Мы как раз приготовили очередной слайд, то есть скажи, пожалуйста, цены, то есть рассчитывать на какую-то особую ценовую историю сейчас при покупке не приходится, то есть что было полгода назад, что было год назад, тоже и сейчас, или все-таки какие-то настроения здесь меняются? Я бы не стала рассчитывать, да, на какие-то колоссальные скидки, хотя настроение, как и раньше, да, у итальянцев зависело от определенной, от конкретной ситуации. И здесь можно говорить о том, что даже сейчас, при том, что существует и зафиксирован общий средний рост центов, да, полтора процента, то мы можем говорить, что в отдельных конкретных случаях, если мы будем говорить о люксовой недвижимости, да, то здесь либо можно попасть на то, что вы не можете получить и цен до снижения цены, либо, если это огромное поместье и нет возможности содержать такие объемы жилья, то можно говорить о снижении цены там до 20-25% от заявленной. Если мы говорим о регионах, ты опять же отметила, что север, ну, такой более богатый традиционно, уже далеко не столь однозначный фаворит, и наоборот, стали больше внимания продавцы и покупатели в первую очередь уделять регионам южным. В какой степени это так, и о каких регионах тогда может идти речь? Сейчас мы можем говорить о том, что север все равно остается популярным, он остается популярным, скажем так, что вектор спроса изменился на внутреннем рынке, итальянцы стали больше обращать внимание на южные регионы. Если мы говорим об иностранных инвестициях, да, то здесь можно говорить о том, что на севере есть определенные точки, которые называются как яйца по бирже, которые никогда не будут падать в цене, да, и всегда будут иметь спрос инвесторов не только из Италии, но и со всего мира. Поэтому если мы будем говорить об озерной части Италии, то цены остались те же, спрос достаточно высокий, плюс спрос сместился сейчас все больше и больше. Это богатых людей из Арабских Эмиратов, из Китая, из Америки, из Германии обращают внимание на данную местность и приобретают для себя недвижимость. Что касается среднего сегмента, да, или внутреннего спроса, то мы можем говорить о том, что он переместился в Тоскану, в Умбрию, в Апулию и Калабрию. Ну, видишь, вот и о яйцах поговорили. Пусть по бирже, да. Вопрос тогда чрезвычайной неопределенности, непонятности. Мы вот делаем материал о том, как рынки переживают локдаун и как они работают. Вот расскажи мне, как на духу, а как сейчас работает рынок недвижимости Италии? Потому что это не очень понятно, со всеми вот этими запретами. Плюс вроде как опять вводят какие-то ограничения, там, по-моему, с 26-го, что ли, числа. С 26-го числа у них будет жесткий локдаун. Они сейчас живут с комендантским часом. Было принято решение о том, что все, скажем так, люди, которые прилетели из стран независимо А, В или С, да, потому что существует категория, там, красные страны, желтые или оранжевые, то они должны будут проходить двухнедельный карантин. Сейчас они тоже приняли решение, что они закрыли границы с Англией. И на данный момент, с 24-го числа, это, значит, послезавтра, да, если они ничего не спят, то есть они садятся на жесткий карантин и передвигаться между регионами будет нельзя. То есть вся страна будет обращена в красную зону. Это нельзя будет делать до 28-го числа. Дальше отдельные регионы могут передвигаться, подняем, дается на передвижение. Дальше опять все садятся на жесткий карантин. Таким образом, они пытаются сдержать тот ужас, который у них происходил зимой и весной. Что касается самого действия рынка недвижимости, как они работают? К сожалению, или, может быть, к счастью, или это практика работы именно в нашей компании, мы не можем говорить о том, что у нас были онлайн-сделки, или сейчас мы развиваем то направление, как 3D-туры для того, чтобы осуществлять те или иные сделки по продаже недвижимости. Может быть, это связано исключительно с тем, что мы занимаемся определенным сегментом. Это элитная недвижимость. Но на практике работы нашей компании у нас это не пользуется спросом, и потому что, как правило, сделка проходит в присутствии нотариуса, и люди не идут для того, чтобы заключать опытоверность, и нотариусы не работали, поэтому дистанционного закрытия сделок нет. Летом мы закрывали сделки живьем, как положено, как это всегда было в Италии, и никаких других способов закрыть сделку нет. Единственное, что можно вести переговоры с застройщиком о том, что мы можем менять, скажем так, сроки контракта, и можем принимать задаток на тот или иной объект недвижимости. Таким образом, есть определенные риски, да, вы можете, увидев видео или 3D-тур по объекту, вы можете внести аванс или предоплату за тот или иной объект, и в итоге выйти на сделку, потом в реалии, наблюдая за тем, что происходит сейчас, ситуация меняется каждую минуту, то есть это определенные риски. Окей, ну и тогда может быть завершающий вопрос, что пишет итальянская пресса, что говорят итальянские риэлторы, когда они считают, ну, я про туристический рынок не спрашиваю, да, про визиты, про возможность пересекать границу, что хотят, они хотят там к лету открыть или ничего не хотят уже? С надеждой мы, к счастью, тоже выжили вот в этой ситуации, и мы продолжаем, и у нас работает офис в России, я могу сказать о том, что существует отложенный спрос, и люди, которые имеют ВНЖ или двойное гражданство, все-таки могли переезжать из России в Италию репатриационными рейсами. Что касается наших надежд, то мы очень надеемся, что к марту месяцу ситуация восстановится, и мы более активно будем опять работать на российском рынке, не только на европейском, да, и это позволит уже достаточно активно отработать сезон этого лета, скажем так, за 2020 и 2021 год. Ну что ж, хочется верить твоими бустами. Вегетерина Елизарова, компания Палация, стоит элитная недвижимость, и не только элитная, просто качественная недвижимость Италии, север, юг, запад, восток для Италии не так критично, что уж более-менее она такая, у сапога с западом и востоком все так относительно просто. Спасибо огромное, с наступающим Новым годом и до встречи. Да, и всех тоже с наступающим Новым годом. Олег, привет. Здравствуйте. Привет, привет. Слышно меня? Слышно, слышно, тебя слышно и видно. Олег Рыльян, компания Аберстар Реал Эстейт из Португалии. О какой тенденции мы можем говорить, когда речь заходит о Португалии? Вот я долго думал, как же это назвать, вот эту тенденцию, которую мы для себя зафиксировали. В итоге сформулировал ее следующим образом. Сейчас наш кадр покажу, этому посвященный. Вот у нас этот кадр. Должен быть, это он. Сейчас откроется. Нет. Это только Португалия. Да, да. Вот она. Вот она. Значит, Португалия – это лидер, так называемого, скрытого гражданства. Что я имею в виду? И, Олег, как раз твой комментарий по этому поводу будет очень интересно услышать. Программы гражданства в Евросоюзе, их, ну, как, две основных, было всегда Кипр, Мальта. Одна, такая полуосновная, болгарскую программу тоже считали, что она есть, хотя работала она, ну, ни шатка, ни валка, если работала вообще. В то же время программы по получению золотой визы, их было больше, они были гораздо более успешны и значимы. Я сейчас, ну, Кипрско-Мальтийское тоже были успешны, но понятно, что программа с меньшими вложениями, она априори более массовая. И в свое время Латвия очень популярностью большой пользовалась, потом Греция, Испания, Португалия. Но сейчас, когда говорят о программе португальской и о программе золотой визы, речь идет даже уже не о том, что вы можете сделать золотую визу в Португалии, а о том, что после этого есть простая логическая цепочка выхода на гражданство. Олег, чувствуешь ли ты это? Как ты это чувствуешь? И как на все это влияет чертов этот коронавирус? Фил, не хотел тебя прерывать, и пока ты говорил, я все думал, как же вам предоставить вот эту новость, которая только что появилась? Сегодня, в данный момент, заседает консилиум министров, чтобы решить судьбу золотых виз в Португалии. Мы с тобой говорили... Лиссабон и Порту? Да, мы говорим про Лиссабон и Порту. Мы с тобой говорили буквально пару часов назад, когда проверяли связь, и я об этом еще не знал, сейчас позвонил мне адвокат, и вот сообщил вот эту новость. Что будет принято и как будет принято, пока неизвестно, но новости точно будут к вечеру или даже, скорее всего, завтра. Буду внимательно, конечно же, следить за этим, потому что с нашим бизнесом это связано непосредственно. Контакты, я знаю, мои будут вроде как... Ну, мы с вами покажем, да. Если кому-то лично, кого-то затрагивает, и кому-то интересно узнать какие-то подробности, скажем так, из первых уст, можете задавать вопросы на WhatsApp, я постараюсь всем заинтересованным ответить. То есть сейчас вопрос решается, вот буквально в настоящее время? Ну, прям в этот момент. Прям в этот момент. Посмотрим, как это все закончилось. Сейчас, конечно, трудно сказать. Ну, практически возможны любые варианты. Как ужесточение каких-то правил, так и отмена золотых виз в Порту и в Лиссабоне вообще. Скорее всего, будет транзиторный период какой-то. Но я тоже в этом не уверен. То есть сейчас в этом никто не уверен. Даже самые ведущие адвокатские конторы Португалии не могут сейчас на этот вопрос ответить. Все зависит от того, что сегодня на заседании решат. До конца года оставалось два заседания, два заседания консильева министров. Это сегодня и еще один на следующей неделе. Поэтому трудно сказать. Ну, то есть, скажи тогда, как оно было, вот этот год почувствовал ли? Ну, как оно было, конечно, могу сказать, что полностью с тобой согласен. Да, это было практически скрытое гражданство. Было это все не так быстро, как на Кипре, например. Никаких паспортов за полгода получить было нельзя. Можно было просить гражданство через пять лет. Достаточно просто. Это достаточно простая процедура. Условий было два. Значит, первое, надо владеть видом на жительство Португалии в течение пяти лет. Беспрерывно. И второе, сдать тест на португальский язык уровня А2. Как многим известно, это самый низкий возможный уровень. Этот тест можно было сдавать даже не приезжая в Португалию. И этот тест можно сдавать даже онлайн. Вот так. Хорошо, скажи, пожалуйста, ну, рассмотрим два варианта. Предположим, все-таки вводят какие-то ограничения в Порту и в Лиссабоне. А, собственно, может быть, для тех, кто не совсем в курсе, об этих ограничениях, как о возможных, говорили давно. Ну, и вот, как в начале беседы наш Олег сказал, вот буквально в эти минуты вопрос решается. То есть, будет ли с Нового года введены ограничения на покупку недвижимости под программу с ВНЖ в двух крупнейших португальских городах? Если не Порту и не Лиссабон, на что бы ты обратил внимание? И куда имеет смысл стремиться? Ну, если не Порту и не Лиссабон, то, конечно же, в первую очередь это Алгарба, это юг Португалии. Это регион, который является, скажем так, одним из самых популярных в Европе для того, чтобы проводить отпуска, приезжать, поиграть в гольф. И в том числе еще и для многих европейских пенсионеров, которые покупают недвижимость в Алгарба не для того, чтобы получить золотую визу, а просто для того, чтобы там жить, потому что климат, условия для жизни гораздо более благоприятные, чем в той же Англии, Бельгии, Швеции и так далее. И в других северных развитых странах. Поэтому Алгарба в любом случае останется в тренде. Но есть еще очень много территорий в Португалии, где можно приобрести недвижимость, причем по более низким ценам, не за 500 и даже не за 350, а от 280 тысяч евро. В основном, конечно, есть определенный спрос на отельные проекты. Тут как бы не зависит от локации, от местоположения. Есть у нас отельные проекты, например, в том же городе Эбура, есть в Алгарбе, есть в других маленьких городах, которые очень даже пользуются спросом у туристов. Конечно, это не Порту и не Лиссабон. Но и цены не такие, как в Порту и в Лиссабоне. Несколько слов твой взгляд и вообще твое отношение к проектам за 350 тысяч, за 280. Для тех, кто, ну, может быть, не найдем курс, я напоминаю, что в Португалии программа получения золотой визы позволяет вложить в объекты с определенными характеристиками. Ну, очень грубо скажу, это объекты, требующие реновации, которые были построены несколько десятилетий назад. И, собственно, сумма вложений в сам проект может быть в этом смысле меньше, но там потребуются некие дополнительные затраты, собственно, на реновацию. Ну, очень грубо так скажу, но, соответственно, и базовая цифра там меньше, не 500 тысяч евро, а 350 и 280. Насколько это практически реализуемо все-таки, на твой взгляд? И означает ли, что на такие проекты может решиться все-таки человек с очень особой психологией, готовностью, не просто, там, взял и забыл? Ну, не совсем так, на самом деле, потому что, да, все знают, что здание должно быть больше 30 лет. На самом деле, это всего лишь одно из условий, но есть еще и второе, которое тоже подходит под золотые визы 350 и 280 тысяч. Недвижимость должна находиться в зоне городской реабилитации. И тогда не обязательно, чтобы эта недвижимость была бы построена больше 30 лет назад. Даже на новую недвижимость можно сделать золотую визу, приобретая новую недвижимость, даже в процессе строительства под 350 и 280 тысяч. Городская реабилитация? Что это? Что это? Городская реабилитация? Городская реабилитация, смотрите, в каждом муниципалитете есть определенные, скажем так, районы, зоны, да, где муниципалитет сконцентрирован, скажем так, на поднятии в экономическом, туристическом плане, архитектурном, вот конкретно вот этого вот района, вот этого вот города, да. Практически в каждом муниципалитете есть даже не по одной, а по несколько зон городской реабилитации. Это есть и в Лиссабоне, и в Порту, но это есть и в других муниципалитетах внутри страны. Ну и тут как бы разница только одна, если мы говорим про большие города, ну скажем так, практически вся зона между Порту и Лиссабоном, то это 350 тысяч, а в зонах с низкой плотностью, то есть в районах с низкой плотностью населения это 280 тысяч. Но дело в том, что под районы с низкой плотностью населения подходит 4,5 территории Португалии. То есть это практически, можно сказать, вся Португалия, кроме больших городов. Ну скажи, а вот по твоему опыту, вот хорошо, с финансовой точки зрения этот вариант мне может быть интересен, а с точки зрения практической, мне там, ну жить самому в таком районе, нет, наверное, я захочу скорее на курорте или в Лиссабоне. Фил, Фил, на курорте или в Лиссабоне тоже есть зоны городской реабилитации. На самом деле это не какие-то плохие зоны, а как раз наоборот, это наилучшие зоны для проживания. Да, то есть это обычно центр городов, исторический центр. Просто об этом мало кто знает, потому что в интернете появляются такие общие сведения, ну в целом, да, то есть приблизительно, примерно. На самом деле мы как бы вникаем в суть вопроса, и здесь разница как раз скрывается в этих самых мелочах. Потому что когда я говорю о том, что можно купить на золотую визу 280, по программе 280 или 350 тысяч, новую недвижимость, это реально новая недвижимость. Контракт тогда разбивается на две части, какая-то сумма уходит на покупку и какая-то сумма на реновацию. Но чаще всего сам застройщик делает эту реновацию, да, то есть просто вы покупаете там даже, мы продавали даже на начальной стадии строительства, да, например, за 350 тысяч. Клиент покупает квартиру, но он ее официально покупает за 300, а за 50 тысяч заключается контракт на строительные работы. Там нету слова реновации, на строительные работы. Но так как эта недвижимость находится в зоне городской реабилитации, можно сделать золотую визу. Очень интересно, я думаю, что контакты Олега есть, я думаю, что кому будет интересно в частном порядке потом уточнить, задавайте вопросы, пожалуйста. Твое ощущение... Фил, пропали. Алло, алло, я здесь? Нормально, нормально, да, хорошо. Ближайшие месяцы и вообще ценовая ситуация. Были ли какие-то снижения цен, были ли какие-то особые предложения? Или наоборот был определенный рост в Португалии, как и практически во всех странах, о которых мы сегодня говорим? Как и во всех странах был определенный рост. Однозначно и в среднем мы говорим о росте более чем на 1% в месяц в среднем. Здесь повлияло все-таки два очень важных фактора. Во-первых, мораторий, который правительство объявило на выплату кредитов, скажем так, тысячи семей вздохнули легко, потому что за кредит определенное время можно не платить. Да, конечно же этот мораторий когда-нибудь закончится, но все же это дало какое-то время, чтобы подготовиться, скажем так, к грядущим. Почему? Потому что, как и в других странах, очень многие остались без работы, закрылись бизнесы, компании, и риелторские в том числе, особенно те, которые в маленьких городах работают. Но все-таки закрывались и риелторские компании тоже. Закрылись очень много ресторанов, кафе и все, что связано с туризмом, соответственно, тоже. Но цены при этом растут. Упали цены на аренду, но выросли цены на продажу недвижимости. Поэтому пока мы работаем вот на таком рынке. Это одно из объяснений. Второе в том состоит, что все-таки Португалия, вот даже в какой-то степени, наверное, даже для нас, стало неожиданно в тренде. Закрылись программы, ну закрылись, скажем так, они не закрылись, они приобрели. То есть, послушаем. Гипр, Мальта, Болгария попали под определенные санкции Евросоюза из-за того, что там все-таки мы говорили не о БНЖ, а о гражданстве страны. Да, это немножко разные вещи. Португалию в этом плане, вот даже с точки зрения Евросоюза, пока не трогают. Как и другие страны, собственно, которые концентрируются именно на БНЖ, а не на гражданстве. Да, конечно, в Португалии все-таки люди покупают в основном из-за гражданства. Когда мы говорим о том, что человек хочет инвестировать в недвижимость в Португалии для того, чтобы получить золотую визу, у него, конечно же, на заднем плане отчетливо так видно паспорт. Но этот паспорт будет через, то есть, не пять лет даже, потому что просить можно через пять лет, но процесс все равно будет длиться около года, поэтому нужно рассчитывать на шесть лет. Но все-таки это одна из тоже основных причин, почему цены на недвижимость в Португалии тоже не падают. С другой стороны, с другой стороны, Португалия в тренде не только у инвесторов или у покупателей, которые претендуют на золотую визу. Здесь очень много покупают граждане других стран, которые в золотой визе не нуждаются. Те же европейцы, которые, как я уже упоминал, покупают особенно на юге Португалии. Это какие-то иностранные компании, которые инвестируют в строительство. Очень активно сейчас работают разные компании, например, из того же Израиля, которые продают потом то, что построили тем же израильтянам, которые хотят перебраться в Португалию. Но при этом, ну, кто-то просит золотую визу, кто-то не просит. То есть, израильтяне могут попросить золотую визу, потому что они граждане Евросоюза, но далеко не все это делают. Ну, с другой стороны, это в меньшей степени у них проблем с передвижением. Совершенно верно. Нет, совершенно верно. Хорошо. Ну, и тогда в завершении, Олег, несколько слов о том, как, что у вас вообще говорят, когда границы будут чуть более открытыми. Как вы работаете вот сейчас, если у вас какой-то локдаун, как сейчас работают риэлторы, как организованы просмотры. Я имею в виду как краткосрочную перспективу, там, 3-4 недели. Ну, а прогноз, понятное дело, что, ну, здесь трудно прогнозировать, но просто что говорят в народе, так сказать? Это, конечно, сложный вопрос на самом деле, потому что ситуация меняется настолько быстро, что не успеваешь за ней прямо уследить. То, как мы работаем, конечно, могу рассказать. У нас бум, у нас огромный всплеск, и мы с августа по сегодняшний день уже закрыли 13 процессов по золотым визам только, не считая других продаж. Причем из этих 13 процессов 12 были закрыты дистанционно. Мы сейчас очень сильно инвестируем в 3D-туры, мы всячески пытаемся помочь нашим клиентам даже на расстоянии ознакомиться как можно лучше с недвижимостью, на которую они претендуют. Мы работаем очень много с партнерами из-за рубежа, из разных стран, мы проводим вебинары, семинары. То есть могу сказать, что вот с 2008 года, когда мы открылись, это, наверное, самый наш лучший период за все эти годы. А вообще, вот рынок как таковой, то есть приедет к застройщику что-то показать, показать вторичную квартиру, там все это чисто технически сейчас можно сделать без проблем? Ну да, да, то есть даже физически, вот буквально сейчас на прошлых выходных ко мне приезжал клиент из России, прилетели через Афина, и мы смотрели недвижимость. Я показывал недвижимость и в Лиссабоне, и в Порту, учитывая, что это были выходные, и у нас вот есть серьезные ограничения как раз на выходных, потому что в час все закрывается, в субботу и в воскресенье, в час дня все закрывается, все должны сидеть по домам. Но какого-то определенного строгого контроля нет. Что в субботу, что в воскресенье мы ездили, смотрели разные районы, у них даже был такой больше интерес, скажем так, отнакомиться с местоположением, нежели посмотреть внутри. Да, кое-что мы посмотрели и внутри тоже, ну, естественно, в масках, как и во многих других странах, но это вполне возможно, то есть нет у нас каких-то особых, прямо из ряда вон воскресенье ограничений. Ясно. На выходные, в смысле на новогодние праздники какие-то ужесточения вводятся, нет? Вводятся. К сожалению, 31 декабря в 11 все должно закрываться. В 11 вечера все закрывается. Но я не могу сказать, что это как-то влияет на работу, естественно. В 11 вечера, 31 декабря я точно ничего показывать не буду. А что касается работы ежедневной, ну, вот сейчас и я, и все мои сотрудники, мы находимся в офисе, мы работаем. Причем мы работаем и в субботу тоже целый день, и всем сделали справки, что по причине того, что нужно прийти на работу, люди приезжают и даже в субботу работают целый день, несмотря на то, что сейчас, по сути, все закрывается. Поэтому, ну, нет особых проблем, мы не чувствуем это вот как в марте-апреле, да, мы сидели дома, и мы должны были, обязаны были работать из дома. Сейчас могу точно сказать, пока вот не придет дядя полицейский и не скажет, закрывайте, я не закроюсь, я буду работать. И для этого есть все условия, ситуация с ковидом в Португалии, ну, не настолько жесткая, как в других западноевропейских странах. Это тоже, конечно же, помогает. Ну, боремся за жизнь. Ну что ж, дорогие друзья, Олег Крайлян, компания Амберстар Реал Эстейт, Португалия. Интересный рассказ. Ждем, Олег, от тебя информации, что же там надумывают португальские законодатели буквально в режиме реального времени. Обязательно, обязательно. Всего хорошего всем. Спасибо, удачи. Жень, слышишь ли ты меня? Слышишь ли, слышишь? Да, приветствую, Пилин, да. Слышишь, все, отлично, слава богу. Итак, Жень, начинаем говорить о том, как пережила Испания этот непростой год. И хочу сказать, что, опять же, для русскоязычного покупателя ситуация с Испанией уникальная, потому что, в отличие от многих других стран, Испания очень неоднородна. И вот у тебя за твоей спиной плакат написано, вот ты сейчас заслонил кусочек. Вот, вот так вот. Слышишь, мы видели, в каких регионах ты работаешь. Вот если мы говорим о регионах Испании, можешь ли ты сказать, что какие-то регионы пережили этот год, с точки зрения недвижимости, рынка недвижимости, тяжелее, некоторые проще и какие как? Для начала приветствую всех слушателей вашего форума. Спасибо, что пригласили. Да, мы работаем во всех крупных городах Испании. И несмотря на ситуацию с карантином, кризисом, как бы ее называли, мы открыли несколько офисов в этом году. Барселона, например, в Тенерифе. Крупные города, такие как столичные города регионов, такие как Мадрид, Барселона, Аликанте, и крупные террористические центры Бенедорм, Торрельефов, Аликанте, они, в принципе, работают, потому что очень много местного населения, очень много бизнес-связей, много инвесторов. И люди, в принципе, со всего мира, они заинтересованы в недвижимости, в испанской недвижимости, в той или иной недвижимости. Но, конечно же, очень сильно пострадала у нас Тенерифе. То есть это регион, который, в принципе, является островным, где и так есть определенная сезонность и сложность с доступом туда, с перелетами. И в каждом регионе Испании вводились свои правила. Каждый мэр города выбирал свои правила, какие будут ограничения по передвижению и так далее. И на Тенерифе это было все сложнее всего, и многие люди туда не летали. Поэтому там, конечно же, самые низкие показатели по продажам. Окей. Скажи, пожалуйста, отдельно все-таки спрошу про Мадрид, потому что говорят, что, ну, как бы, вот это как раз то место, куда... Я как раз слайд сейчас включу, наш с тобой, найду наш испанский слайд, который как раз может рассказать... Сейчас, 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 сейчас. Который как раз может рассказать о том, что же происходило, да, что же происходило в столичном регионе. Потому что вроде как говорят, что Мадрид тоже довольно жестко закрывали, но при этом вот сами испанцы, сами жители столичного региона в какой-то момент создали вот этот ажиотажный или другой спрос. Вот они как раз стали интересоваться недвижимостью, ну, в том же Аликарте. Можешь ли подтвердить это? И вот в какой степени твоя компания, работающая с самыми разными рынками, переключилась на внутренний спрос в это время? Ну, да, у нас в этом году, наконец-то, меня всегда интересовал вопрос, когда мы станем работать больше с испанскими клиентами. У нас в апреле месяце 51% стало испанских клиентов, согласно нашей СРМ, то есть испанцев нам больше. И, конечно же, ситуация очень сильно повлияла, то есть за последние лет 5-6, я не помню такого, чтобы цены на аренду в столичных городах типа Мадриды и Барселоны, Барселона, в принципе, вторая столица, так же, как Москва и Питер, в России, например, снизились на долгосрочную аренду. И так как в середине сентября многие люди свои туристические апартаменты доставили под долгосрочную аренду, и цены начали снижаться на 5-10%. Обычно все последние годы цены росли. И это вот повлияло на эти столичные города. И из Мадрида многие начали перебираться. У нас даже парень один приехал, агент по продажам, испанец, он говорит, что, в принципе, я понял, что сидеть в квартире хуже и переживать карантин. Спрос на недвижимость будет всегда, у меня всегда будет работа, но лучше я буду здесь, рядом с Бенидормом, он приобрел себе таунхаус с участком, и если будет опять какой-то локдаун, я переживу здесь, и сейчас он работает у нас в Бенидорме. Хорошо. А как в этой связи пережили этот арендный год компаний? Даже не компании, рассчитанные на аренду, а как и твой бизнес, вообще бизнес компании, которые зарабатывали на краткосрочной аренде в первую очередь, есть ли здесь что ловить и покупать с арендными целями, насколько сейчас может быть интересно в ближайшее время? У нас достаточно большой департамент аренды, краткосрочный, 72 объекта, и цены на недвижимость летом упали на 30-40%, чтобы можно было хорошо сдавать недвижимость, плотненько. И середина июня до середины сентября практически все апартаменты, дома, виллы, все было сдано, потому что в Испании большой спрос на внутренний туризм, очень много испанцев путешествует, приезжает на море, погреться на хорошие пляжи, отдохнуть. Также приезжало очень много клиентов из Франции, приезжали из Алжира очень много клиентов на своих автомобилях, приезжали клиенты из Бельгии, из Германии, даже несмотря на то, что самолетами не летали, ну и для, так скажем, дополнительной безопасности, люди выбирали автомобили и выбирали апартаменты. В том числе многие отели так и не открылись в этом году летом, и поэтому спрос на туристическую краткосрочную аренду до середины сентября был высокий, и у нас заполняемость была под 90% от всего фонда объектов, который мы имеем. Но цены, конечно, от 30% до 40% мы были вынуждены снимать. Смотри, я проведу две цифры, по-моему, они где-то у меня даже здесь сейчас отмечили. Вот некая тенденция, о которой тоже хотел бы тогда отдельно с тобой ее обсудить. Значит, данные с ноября 2020 года относительно ноября 2019, цены в среднем по Испании выросли на 3,6%. То есть вот падения, о котором говорили, все равно нет. Вместе с тем средние цены, средняя арендная плата снизилась и существенно. Но вот ты заполнил свои объекты, но при этом говоришь о очень серьезных скидках, которые пришлось сделать. Кто-то, может быть, не заполнил объект, например, скидку сделал меньше, потому и не заполнил. И, соответственно, арендные платежи, тоже разные цифры. Барселона, например, называют 13%, Валенсия 7%. Это надо говорить о долгосрочную аренду? Это долгосрочная, да. Долгосрочную, крупные города Валенсия, Барселона и Мадрид, в среднем 10% прошло снижение цен, это вот по нашей статистике. 13%, как говорит Барселона, погонил там 7%, если написано год. Вот так и есть, 10%, да, да. А 30-40% на краткосрочную аренду, на сезон, вот такая скидка была большая, это на сезонную аренду. Тогда вопрос к тебе такой. Вот задумываясь о покупке недвижимости сейчас, выбирая регион и предполагая схему для получения дохода. Никто не говорит о рекордных цифрах, хочется говорить о некой надежности, стабильности. Что бы ты рекомендовал? Краткосрочная, долгосрочная и какой регион? Что над грубыми мазками, если сказать? Если человек планирует вложить деньги, получать стабильный доход в ЕМА, сохранить его и приумножить, то это долгосрочная. И не приезжать в эту квартиру или дом, это долгосрочная аренда. Практика показала, что долгосрочная аренда востребована, и ее не хватает. Это лучше всего, конечно, выбирать регион, где больше находятся испанцы, какая инфраструктура, какие-то международные школы или какие-то компании. В той же Валенсии есть определенные регионы, где востребована недвижимость. Если же человек планирует использовать недвижимость самостоятельно или приезжать в нее, то это краткосрочная арена, других вариантов нет. Я понял, но с точки зрения надежности, хорошо, не хочу никуда приезжать. Считываю надежность, все-таки проще сейчас сдавать что-то и купить что-то под долгосрочную аренду. То есть, все-таки Мадрид, Барселона или искать города поменьше, ну, в конце концов, там, есть, там, Селилья, то же самое, Ликанте, Валенсия. Да, значит, смотрите, в Барселоне можно за 250-300 тысяч купить недорогую квартиру для сдачи в аренду, либо можно купить в районе Валенсии, либо Коста-Бланке дом за 250-300 тысяч, и доход, получается, дом на долгосрочной аренде будет приносить больше, чем в Барселоне квартиры. Окей. Ну, хорошо. И тогда несколько слов о тех ограничениях, которые есть в Испании, и что говорят местные СМИ, что говорят твои коллеги, как ты сам себя оцениваешь, когда жизнь войдет в более-менее нормальную колею. Опять же, прогнозы – это одно дело, а я говорю даже не о прогнозах, а о слухах. Ну, давайте, что происходит сейчас. Значит, у нас сейчас объявлено с понедельника ограничение передвижения между регионами. Раньше, как бы, оно тоже звучало, это ограничение, но при этом мы спокойно передвигались в Мадрид, в Барселону, и я ни разу не встречал между регионами ни одного полицейского поста. Сейчас ограничение было до 12 часов ночи, сейчас сделали в новогодние праздники рождественские до 23 часов. Возможно, свободно передвигаться после 23 часов. Все заведения общественного питания и досуга должны быть закрыты до 6 утра. На улице, к сожалению, мы передвигаемся в масках. Я путешествовал в другие страны Европы в этом году, в некоторых странах на улице можно передвигаться без масок, только в общественных местах в масках. У нас, к сожалению, в Испании везде надо носить маску. В том числе и на улице, но в кафе можно без маски. В Новый год не больше 6 человек можно собираться. Даже есть такой анекдот, полицейский стучит в дверь. В Испании там Шунга, мы большое количество человек, и говорит, откройте, пожалуйста, дверь. Вас там очень много, мы типа вас должны оштрафовать. А ему и за дверь отвечают. Вы знаете, у нас тут 5, если я открою дверь, у нас будет 6 вместе с вами. Поэтому мы нарушим закон, я его не открою. То есть ввели ограничения, и до 23 часов можно будет только находиться, даже, так скажем, 31 декабря. Что касается планов, слухов, ну, не один сейчас, наверное, пятизвездочный какой-то аналитик не сможет правильно проанализировать и дать какую-то информацию, потому что идет такая синхронность данных, ситуация, которая происходит в мире. И гадать тоже на хрустальном шаре я не умею, но... Ну, это... Да, да. То есть сейчас Испания закупила уже порядка 80 тысяч вакцин, пробных от Pfizer, для того, чтобы начать прививать. И у них в планах официальная государственная статистика, ну, то есть информация преподнесена, что 70% населения будут прививать от коронавируса в течение полугода в 2021 году. Соответственно, планируется так, что за полгода будет, там, госслужащий, то есть социальные какие-то слои будут привиты и пойдет якобы на спад. И все ожидают вторую половину. Летом будет опять, соответственно, туристический сезон, даже если это будет внутренний туризм, либо рыбители из ближайших государств европейских приедут. А восстановление цен планируют, то есть разные аналитики празднуют говорят, к концу года, 21-го года, кто-то говорит, в начале 22-го, ну, наверное, будет все-таки зависеть от того, будут ли опять закрывать на жесткий локдаун, будет ли еще одна волна, так скажем, полного закрытия стран. И от этого будут зависеть бизнесы, да, то есть что происходит с недвижимостью, да. Цены же непропорционально падают, на вторичке они упали чуть больше, потому что у многих людей, многие закредитованы, да, с ипотеками сидят, и у них, они пострадали, кто-то больше, более сильнее пострадал от кризиса, и они вынуждены там отказываться в своих домах, потому что не могут тянуть ипотечные платежи. А вторичка, наоборот, там кто-то из застройщиков перестал вводить новые проекты, дефициты новостройки, и новостройки поэтому не падают в цене. И тут будет зависеть от того, как будет развиваться бизнес, и как будет развиваться экономика. Но я предполагаю, что если мы сейчас в январе, феврале, там, первую декаду будем закрыты все, то будет еще снижение цен суммарно где-то, то есть еще на 2-5% снизится цены, и относительно 2019 года, начало 2020, цены снизятся суммарно за 2020 год, за начало 2021 год, где-то, что мы надеемся. Ну, по новостройке. Хорошо, Жень, спасибо тебе огромное, Евгений Антипов. Контакты компании у вас в чате, Евгений Антипов, компания Albomar Group. Наташа, привет, ты меня видишь, слышишь? Филипп, привет, я тебя очень хорошо вижу, очень хорошо слышу. Хочу всем передать замечательное рождественское настроение, которое есть в Греции, которое есть на острове Корфу. Я от души хочу, чтобы ты улыбался, потому что счастливый человек, который столько часов общается с экспертами, с профессионалами, получил кучу информации. И сейчас она здесь, как в старом анекдоте, там он не предложил. Я совершила невозможное, нашла на острове Корфу настоящее игристое советское шампанское. То есть, представляете... Между прочим, если бы у нас сейчас французы были бы в студии, они бы сказали, что это возмутительно, потому что шампанское, назвать это нельзя. Они бы нас так не бросали. Да-да-да. Поэтому я поздравляю всех с наступающим Новым годом. От всей души, ребят. Очень жаль, что не могу вас персонально поздравить, не могу отправить бутылки с вином, с шампанским, чтобы вы себе настроение создавали. Принеси мне шампанское быстро в студию. Что вообще-то делать? Давай, ладно, мы с тобой про шампанское чуть позже еще поговорим, в самом конце. Давай в двух словах. Мы с тобой пару раз уже общались в этом году на наших вебинарах. И Греция была той страной, где в начале локдауна цены все-таки снижались. Не сказать, что массово, но предложения были. Давай так, природа этих скидок и что с ними стало к концу года? Природа этих скидок очень интересная. Она была, есть и остается. Финансовая нужда и банковские кредитные обязательства. У нас были суперскидки в первую волну карантина, и эти суперскидки продолжают быть и сейчас. Вы знаете, что в Греции продлили карантин до 20 января. То есть мы фактически будем находиться, ну, два месяца вот в таком закрытом состоянии. О чем это говорит? О том, что все собственники понимают, что покупатели не едут. Надежды на быструю продажу нет. Поэтому они начинают быть более лояльными, более открытыми к вот таким снижениям цен. Что самое интересное, никто не заявляет о том, что цена снижается. Но когда приезжает реальный покупатель, когда дает реальную оферту, мы получаем замечательные цены. Самый последний пример. У нас была вилла, выставленная на продажу за 2 миллиона. Если я вам скажу, за сколько эта вилла была куплена, это будет очень большим приятным бонусом. То есть действительно, когда были торги по этой вилле, причем все произошло очень быстро, то есть буквально за 2 дня, это был очень такой драйв интересный для всех, мы скинули цену практически на 700 тысяч. То есть 2 миллиона была первоначальная цена, и мы ее продали за миллион 300. Наташ, 2 миллиона, это была цена в рынке или нет? Ну, потому что, знаешь, скидки, они часто бывают с наценок. Смотрите, я недаром пришла вот в таком вечернем платье, и не могу, к сожалению, фигняться и показать всю эту красоту. На острове Корпу есть вот тот аристократический характер. То есть виллы, которые стоят 2 миллиона плюс, это виллы, которые принадлежат местной аристократии. То есть традиции соблюдаются. И когда стоимость этой виллы была снижена, ответ у покупателя был такой. Я хочу ее купить, но не за большие деньги. То есть у меня вот есть такой бюджет, хотите, я покупаю. Что показал собственник? Собственник эту виллу продавал около 2 лет. То есть, ну, достаточно долго, чек был достаточно высокий. И, в принципе, он понял, что в ближайшие полгода никто не приедет. То есть мы ему помогли это осознать. И вот благодаря нашим усилиям все-таки он цену эту снизил. Прекрасно было. Люди покупали это удаленно? Покупатель тоже не приезжал на Корпу? Нет, нет, нет. Покупательница прилетела, потому что сейчас границы Греции открыты. Можно прилететь напрямую, Москва, Афины, Корфу. То есть это для нас самый большой рождественский подарок. До сих пор открытые границы. Да. Мы все очень долго ждали того, что будет проблемно приехать. Мы говорили с тобой, Фил, о том, что дистанционная сделка, как это и так далее. Вот сейчас, вот сейчас границы открыты. Человек, всего лишь поставив себе цель, может этой цели достичь. Сдавая тест на ковид, получая свое разрешение с сайта греческого о пребывании в Греции, он выезжает в Грецию. Смотри, мы с тобой могли немножко людей запутать, потому что с одной стороны все правильно, границы Греции открыты. С другой стороны, ты сказала в самом начале такую фразу, что на два месяца мы еще закрыты, у нас карантин. Что имеется в виду, что закрыто и о каких двух месяцах идет речь? Карантин для греков, вот что самое интересное. То есть туристы приезжают, туристы могут передвигаться. Мы, как Real Estate, мы работаем, то есть мы в нашем обычном рабочем режиме. В карантине находятся служащие, дети, рестораны, магазины, то есть все это закрыто. Но есть, скажем так, еда на вынос, есть кафе на вынос, все службы работают. То есть мы сейчас совершаем сделки в таком ускоренном варианте, которым даже не мечтали. Потому что когда у нас работали все и все люди приходили в эти государственные службы, в налоговую, к адвокатам, была огромная очередь. Сейчас все работает как часы. У нас была проведена сейчас сделка, мы ее вместе от начала до конца провели всего лишь за один месяц и подали на ВНЖ. То есть это просто супербыстрые сроки, которые, может быть, до пандемии были невозможны. Потому что сейчас это все работает более активно, более актуально. Ну и, конечно же, личные знакомства, личная симпатия, это тоже играет очень большую роль, когда мы помогаем нашим клиентам все сделать очень быстро и качественно. Скажи, пожалуйста, если ты говоришь о том, что действительно были большие скидки, и они связаны с личными обстоятельствами продавца, ситуация, в общем, довольно понятная. Означает ли сказанное тобой, что не существует никаких мест, точек, типов недвижимости, к которым бы относились какие-то особые условия? То есть, например, дешевая недвижимость не подорожала, дорогая подорожала. Или, например, в приврежных зонах все стабильно, а в глубине материка, даже в случае не материка, а в глубине острова... Цены полетели. То есть, по большому счету, таких закономерностей вообще никаких нет, есть только личные обстоятельства, и вот они стали в очередной раз инкессенцией. Личные обстоятельства и личная нужда, потому что, в принципе, когда нас только что открыли с карантина, все те дома, виллы, которые были использованы для краткосрочной аренды, они все прекрасно отработали. То есть, все те, кто был в ожидании приезда в Грецию и на остров, в частности, это те же англичане, немцы и вся Западная Европа, они все арендовали те виллы, которые, может быть, даже стоили и в два раза дороже в этом году, потому что все хотели вот это пространство, все хотели быть отдельно друг от друга. Поэтому собственники, которые виллы продавали, они все-таки в очередной раз убедились, что недвижимость у них ликвидная, и всегда можно выручить те деньги за аренду, которая может быть принесена. И, в принципе, я хочу сказать, этот год для Греции был великолепным, великолепным, потому что повышенный интерес к программе «Золотая виза» это одна из самых льготных программ, и действительно, вот эта программа дает возможности для всех тех, кто хочет перебраться из той страны, где он сейчас находится. Наташ, ты сказала «великолепным», я вот всегда к таким словам отношусь с известным скепсисом, он великолепным был, вот хорошо, я вполне допускаю, что у тебя, ну и мы, собственно, знали, ты об этом рассказывала, и чуть-чуть-чуть не без нашей помощи несколько крупных дел было совершено, но это успех все равно агентства одного, системно, весь рынок, ты общаешься с коллегами, они также на это реагируют, то есть у них тоже все фу-фу-фу-неплохо, или же есть застройщики, которые обанкротились, клиенты, компании, которые закрылись, или твое ощущение? Я поняла, Филипп, конечно же, говорить за всю страну я не могу, то есть если мы возьмем разные регионы Греции, которые не работали на внешнего покупателя, конечно же, там ситуация печальная, то есть кто внутренний рынок ставит приоритет, те были в состоянии очень грустно, те, кто работает все-таки на Западную Европу, кто был ориентирован на покупателя, которого не закрывали в стране, то есть все-таки вот вся Западная Европа, она рано или поздно смогла приехать в июне месяце, то есть с июня до декабря у нас было 6 месяцев, то есть если компания свою деятельность ведет действительно правильно, то эти 6 месяцев достаточны для того, чтобы продать определенное количество объектов недвижимости. Я знаю, что в Афинах были очень хорошие сделки именно для золотой визы, в Салониках тоже были такие сделки, то есть все-таки люди, когда получили возможность приехать в страну, они эту возможность использовали и купили именно то, о чем мечтали, именно то, что им нужно для золотой визы. Окей, если мы говорим про золотую визу, золотая виза это с одной стороны недвижимость, с другой стороны это некая позиция государства, то есть оно должно всю историю максимально упростить. Что произошло в Греции в этом смысле и как, насколько активно вся эта история сейчас работает? Ты говорила, мы разобщались с тобой, ты сказала, что государство прям вот ковровые дорожки расстилает. Что ты имеешь в виду? Ковровые дорожки до сих пор расстелены, потому что самая большая такая плюшка, большая такая карамель, которую выдали нам в правительстве, то, что мы можем делать всю сделку дистанционно и подавать на ВНЖ также дистанционно. То есть до первого этапа, когда мы получаем эту знаменитую справку, называемую Блевый Веуси, то есть это вот справка, дающая нам основания передвигаться в Европу и быть уверенным, что нас никто не закроет ни при каком форс-мажоре. Вот как раз эта возможность у нас есть при доверенности, которую мы получаем в нашей стране. То есть это у нас или нотариальная контора, или греческое посольство того города, где находится наш человек. Поэтому вот эти вот плюшки все, которые были выданы, мы очень хорошо использовали, мы проверили, это все работает, действительно, реально. Мы оформили вот только сейчас, буквально несколько дней назад, вот таким образом и недвижимость, но дистанционные сделки у нас были и до этого. У нас очень любители дистанционных сделок англичане. Они даже не приезжают, они смотрят по видео, им все нравится, все замечательно и юрист начинает работать. В этом году менталитет наших покупателей из русскоязычных стран или просто русскоязычных покупателей тоже поменялся кардинально. То есть люди стали более доверчивы, более открыты к риэлтору, компании, и они идут зачастую как раз на онлайн такие сделки. Ну что ж, Наталья Циррува, Ру, 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 Реал, Эстей, Тейджинси, Греция, прям как проговорка. Вот это просто большая проблема у всех сказать, как же меня зовут. Меня зовут Наталья Циррува. Дело в том, что греческий алфавит позволяет нам сделать букву О и У как одну букву У. Вот, как для грехов скажем. И так далее. Солнце, а мы зато Н можем не считать после буквы Л. Ну что ж, Наташа, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Все-таки надо будет. Сейчас закончим, выгодим. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.